Здравствуйте, в прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. В нашей стране много говорят о том, что нам нужно оптимизировать производство, в первую очередь увеличивать интенсивность, в том числе еще увеличить бережливость. Есть такой термин «бережливое производство». Что это такое, с чем его едят, мы об этом сегодня поговорим в прямом эфире нашей программы. Я хочу представить гостей нашей студии. Это Сергей Шила, руководитель регионального центра компетенции Фонда развития промышленности Тверской области, который отвечает за реализацию соответствующего у нас проекта в нашем регионе. Добрый день. Это Александр Щербаков, генеральный директор компании «Пластик Строимаркет», который является активным участником этого у нас проекта. Добрый день. Здравствуйте. И другой руководитель предприятия Сергей Виноградов, генеральный директор компании «Шнурком», который участник курсов по бережливому производству. Да, есть такие курсы, которые предназначены для малого и среднего бизнеса. Добрый день. Вы нам можете звонить по телефону 3190, если вы не знаете, что такое бережливое производство, или слышали, но не решаетесь к этому делу подступиться, не знаете, с чего начать. Поэтому Сергей Шила вам прекрасно об этом все расскажет. Вот если вы руководитель предприятия, вы тоже озаботились, как бы сделать так, чтобы ваше производство было более эффективным. В наше непростое время это особенно важно. Это всегда было важно, но в нынешнее непростое время, когда и рабочей силы не хватает, и кредит не всегда можно получить, и так далее, и тому подобное. Это очень важно бережливое производство. Ну что ж, Сергей, вообще что за нацпроект, когда он начал работать, соответственно, и какие цели и целевые показатели заложены в него? Национальный проект «Повышение производительности труда» был инициирован в 2018 году президентом России. Его основная цель – это обеспечить темп роста валового внутреннего продукта высшей среднемирового значения. Для того, чтобы это сделать, соответственно, необходимо повышать эффективность работы предприятий за счет внедрения основных инструментов бережливого производства, роботизации. Соответственно, такая тенденция позволит нам обеспечивать доходы населения, пенсионного обеспечения на уровне выше, чем уровень инфляции. Ключевая цель, соответственно, это прирасти не менее чем на 5% в год, для того, чтобы у нас, соответственно, валовый внутренний продукт, он вот такими активными темпами набирал обороты. Хорошо. Уважаемый гость, руководитель предприятий, вы согласны, что нужна была потребность в таком вот нацпроекте? Обязательно есть необходимость увеличивать производительность на местах, потому что не все можно решить за счет только вливания финансов. Зачастую у предприятий просто не хватает этих финансов, чтобы развести модернизацию или какую-то оптимизацию, замену оборудования. Обижливое производство как раз отвечает на многие вопросы, когда можно расставить более равномерное оборудование, загрузить поток станков, чтобы это было продуктивнее, убрать какие-то лишние потери. Поэтому это очень хороший механизм, мы его осваиваем, начинаем внедрять. Аксаров, что думаете? Мне кажется, ответ в самом вопросе. Без повышения производительности невозможна сама производительность, я бы даже сказал, более того, промышленность, потому что мы должны быть конкурентоспособны во всех вопросах, и качество, и фонда оплаты труда, и общего уровня образования. Поэтому без этого мы не сможем выполнить основную задачу. Но есть такое мнение, что просто русский человек такой, что он не может так же интенсивно трудиться, как японец, немец, и так далее. Вы согласны, или это всего лишь клише такое в отношении наших граждан? Это унизительное клише, которое нам средством массовой информации... Клише самое главное. Не только с ними. Нет, это умышленное клише, которое нам средство массовой информации вдалбливает, что мы и алкоголики, и тунеядцы, и саботажники, и так далее. На самом деле, я считаю, что все наоборот. И у нас уникальное есть подтверждение тому, что среди именно советского человека, русского человека... Постсоветского. Да. Масса уникальных ученых, разработчиков, конструкторов... Я уж не говорю о именах, которые знает весь мир. Наверное, ни один континент таким количеством ученых гордится и хвастаться не может. Это ответ... Ну, ученые, ладно. А рабочий класс? А рабочий класс, ну, здесь же все очень просто. Мы все когда-то ходили в школу, потом пошли в какой-то СУС или ВУЗ, потом столкнулись с какой-то производственной деятельностью. И самое главное, я сейчас могу сказать точно, что это вопрос вообще воспитания. Воспитание. Почему взрослый человек, например, не способен стать великим, не способен работать в команде, не способен собрать вокруг себя сильный профессиональный коллектив? Отсутствие воспитания. То есть, а уже на фундаменте воспитания мы можем тогда взращивать и инвестировать в этого человека, и в команду, и в какую-то службу, отдел, и в целом проект, бизнес-проект. Уже компетенции, уже инструменты, финансы, оборудование, квалификации, компетенции, обучение, специалисты. Поэтому самое главное сегодня, это ключевой вопрос производительности, это воспитание. Воспитание – это когда мы работаем и не залипаем в телефон. Воспитание – это когда мы не имеем вредные привычки. Воспитание – это когда мы не создаем конфликт и не переходим на личности и оскорбления в коллективе. Воспитание – это когда мы знаем, что такое чистота и порядок. Воспитание – это когда мы бережем психику, оборудование и своих коллег. Бережливость во всех смыслах этого слова. Поэтому я во главу угла ставлю воспитание. И воспитание – это и вопросы патриотизма, осознанного воспитания, когда человек понимает, кто он, откуда и куда. Почему ему хочется повышать валовый не только российский продукт, но и региональный валовый продукт. В этом же вопрос. И самоотношение даже у бизнесменов не только к труду, а еще и к налогам, например. То есть какое твое отношение к налогам? Тебе их жалко или ты понимаешь и рад тому, на что они идут? Ну, если без каких-то эмоциональных деталей. Поэтому это все элементы и грани воспитания. Поэтому я хотел бы сказать, что инструменты бережливого производства, которые нам предоставлены Центром, Федеральным Центром Компетенции, они уникальны, без них никак. Но я бы очень хотел, чтобы через эту школу прошло как можно больше людей. И руководителей, и сотрудников, и любой сотрудник, который на самом деле хочет стать руководителем службы или руководителем предприятия, он может вырасти. Но если русский мужик, который, ну, парень, молодой парень, на Руси хотел заработать копейку, он шел по бичевой бурлакому, шел в отряд. И он приходил самым молодым, самым слабым. Для чего? Для того, чтобы пройти небольшой участок, ну, например, совсем небольшой, 3,5 тысячи километров от Астрахани, например, до Нижнего Новгорода, притащить баржу с солью, ну, например, да, или с чем-то еще, и так получить каких-то деньжат. То есть 3,5 тысячи километров пройти летом и подзаработать. Нормальная практика? И ведь среди этих людей были те, кто входили в контакт со своим заказчиком и превращались в сильных строителей, в сильных купцов, в сильных промышленников. Так вопрос, что же они там такого делали, когда тащили баржу? Как же они там книжки читали, наверное, про Кока-Колу, как история там какой-нибудь компании, да, или там как раскладывать инструмент на рабочем месте? Наверное, это все-таки вопрос генетический. Генетический, который с семьей, с воспитанием у людей где-то был чуть больше заложен, и это позволило им среди равных в этой работе стать старшими, а потом стать именами, которые знает вся Россия. А у нас сейчас заложена реклама, не переключайтесь, буквально 3 минуты, и потом продолжим обережливое производство. Добрый день еще раз, кто пропустил начало программы. Программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о бережливом производстве. Вот я до рекламы задал вопрос Александру Щербакову, что такое бережливое производство является ли важной составляющей интенсивность труда. Я спросил, может быть, действительно русский человек не может так интенсивно работать, как на Западе Александр сказал, что это клише, неправда, ничем и не хуже. А мне все-таки интересно мнение Сергея Услова. Сергей, а вы что думаете, способен ли наш человек вот так же вкалывать, как там японец, южнокореец и так далее и тому подобное? Я считаю, что это абсолютно согласно с Александром, что это клише. И если мы в каких-то моментах можем по системности уступить японцу, немцу, какой-то бедантичности, то мы точно это нагоняем за счет идей, за счет усовершенствования, за счет каких-то рациональных предложений, которые упрощают сам труд, саму работу. И много исторических примеров, когда русская смекалка вытягивала нашу страну из ситуации гораздо похуже, чем находимся сейчас. Это предложение, это улучшение, очень много разработок, очень много начинаний, идей. И с этим я сталкиваюсь постоянно, просто в работе. У нас недавно пример был, мы запускали новое направление и привезли блуштую линию по обливке шнуров ПВХ-оболочку. Мы взяли ее блушную, посмотреть, как что пойдет, как рынок пощупать. Соответственно, когда она только приехала, сотрудники, уже имея некий опыт к культуру, стали на них скучать, что она очень медленно. И увеличили ее производительность в два раза. То есть была она у коллег наших, работала с одной производительностью, мы ее привезли, модернизировали немножко, силами внутренними. И она стала работать в два раза быстрее. Поработали, поработали, и снова пришло рациональное предложение, и ее увеличили еще в два раза. То есть с момента, когда она пришла, она стала в четыре раза работать быстрее и эффективнее. И себестоимость продукта, объем продукта, который выпускаем, стала в четыре раза выше. Поэтому это точно момент, что клише навязанное мы можем преодолеть, сделать. Как нас учили в одной школьной песне, «Все преодолеем». То есть «overcome» в английской песне. Да, я здесь тоже хотел бы добавить немного. Работая с предприятиями, а у нас, в принципе, уже большой опыт работы с предприятиями, мы наблюдаем, что вроде бы два сопоставимых предприятия, но уровень производительности разный. А все, в первую очередь, зависит еще от той внутренней производственной культуры, которую вы создаете. То есть, если вы поощряете сотрудников, поощряете, значит, вот эти изменения, которые они готовы нести, то, соответственно, система будет сама развиваться. Система подачи предложений, улучшения, она должна быть, должна поощряться. Тогда производительность труда будет расти. Вы согласны уже, руководить предприятие, что поощрение – это тоже важный момент? Да. Мотивация, она вообще дает человеку не просто желание получить больше денег, она дает ему наполнение. А наполнение – это значит сила и уверенность в том, что ты делаешь. Поэтому мы в компании уже давно пришли к такой системе, и мы ее дорабатываем, улучшаем, чтобы именно результат был виден и поощрялся. И это касается абсолютно всех служб. Это касается и производственных служб, и научных служб, и отдела продаж, и других всех отделов. То есть у нас всегда есть награды за подвиги. Сергей Торф? Абсолютно согласен. У нас по предприятию внедрена история, что есть некая надбавка финансовая, когда отделы получают премию от результата компании. То есть и техническая служба, и продажи, они напрямую завязаны, и производственники непосредственно, и склад отгрузки, вот, сопутствующие направления. Все получают какой-то, пусть небольшой, но какую-то часть, да, вот результат отгрузок. Это работает. Люди перестают между отделами как-то конфликтовать, искать какие-то противоречия, да, ищут, наоборот, решения, как сделать больше, как отгрузить больше, как достичь высшей результата. И это культура. Я абсолютно согласен с Сергеем, что это когда человек приходит со стороны, он погружается в культуру, да, погружается в производственный процесс, и как процесс внутри выстроен, так он уже дальше и будет работать. Вот, есть пример, да, там, многие бизнес-спикеры говорят, да, если огурец там, да, свежий положить в банку с солеными огурцами, то он, соответственно, через какое-то время станет соленым огурцом. И приводит пример, это как вот негативный вариант, да, что человек попадает в негативную среду, он становится соленым. Также этот пример работает и в другую сторону. То есть если среда, условно, да, банка с солеными огурцами – это позитивная среда, то вот этот человек, пришедший в компанию, также становится частью этой культуры, частью носительных, так сказать, кода, вот. Вот, и русский человек поможет очень много. Сергей, ну вот предприятие, которое соглашается участвовать в этом у нас проекте, дело же добровольное, никого филоком не тащит. Какие меры поддержки они получают? Ну, сегодня у нас полный комплекс мер поддержки для предприятий в рамках национального проекта. Прежде всего мы говорим об адресной поддержке. Это квалифицированная помощь консультантов по оптимизации производственного процесса на предприятии. То есть в течение шести месяцев предприятие, сформировав рабочую группу с нашими консультантами, проводит анализ и оптимизирует узкие места. Значит, также у нас большой комплекс обучающих, прежде всего, программ, потому что если мы начинаем работать с предприятием, то мы должны, прежде всего, стандартизировать какие-то процессы, мы должны, прежде всего, научить сотрудников основным инструментом пережившего производства и уже потом непосредственно применять их на практике, на производстве, на разных переделах, там, где это необходимо. А кого вообще критерии? Любой к вам может обратиться, собственно, к предприятию, я тоже хочу. Ну, вы знаете, в НАЦ-проект могут вступить предприятия по определенным критериям. Это выручка от 400 миллионов рублей. Для предприятий туризма с этого года барьер этот снижен до 180 миллионов рублей. И также доля резидентов налоговых иностранных государств должна быть не более 50%. А вы расшифруете, кто такие резиденты иностранных государств? Соответственно, нет. Собственники, доля собственников иностранных государств должна быть не более 50%. В основном капитале предприятия. А, уважаемый руководитель, вы согласны, адекватные критерии? Критерии адекватные, более чем. Я бы, может быть, даже где-то через, допустим, пару лет понизил бы уровень требований. А в какой сфере? В каком точном направлении? Оборот. Потому что пройти отметку 400 миллионов для многих тяжеловато. 400 миллионов даже при росте валюты, цены за килограмм изделий, это не маленький. То есть я помню, как мы его проходили, и это не маленький. На ваш взгляд, адекватно тогда, вот вы бы сейчас были руководителем, вы бы какой порог сделали? Ну, может быть, хотя бы 300, да, пониже. Поэтому 100 миллионов именно в этой категории, они болезненные. Может быть, разницы нет между 6 и 7 миллиардами рублей. Но вот как у маленьких детей, один год разница в возрасте, 7 лет и 8 лет, это очень много. Поэтому вот именно бизнес, когда мы идем до миллиарда рублей, каждые 100 миллионов, это такие вехи тяжелые преодолевать. Вес, как в спортзале, это вес такой ощутимый, прибавка. Ну, здесь я немножко дополню, все-таки почему 400 миллионов? Потому что основная доля в валово-внутреннем продукте страны принадлежит предприятиям, которые имеют выручку более 400 миллионов. Естественно, со временем планка будет понижаться. До 30-го года у нас должно быть порядка 40% предприятий средних, крупных, базовых, несыревых отраслей экономики, которые должны быть вовлечены в национальный проект, в культуру бережливого производства. Дальше, конечно, постепенно эта планка будет снижаться. Я думаю, что мы перейдем уже на предприятия малого и среднего бизнеса. И вот как раз немножко сегодня поговорим еще чуть позднее о тех мерах поддержки, которые доступны для малого и среднего бизнеса в рамках бережливого производства. Вот вы, кстати, говорите, что понижаться. Но с другой стороны, согласись, за последние пару лет, наоборот, цены выросли, зарплаты тоже подняли, потому что цены, опять-таки, выросли. И мне кажется, что планка, может быть, наоборот, по словам, не вылично подняли, что там до 500, потому что, ну, все выросло в цене-то. Давайте так, среди основных образующих экономику предприятий, разумеется, это холдинги и концерны, и ПАО, которые далеко за много десятка миллиардных оборотов имеют. Вот, и уж как бы миллиард уж точно. Вот, поэтому сегодня уже и малый и средний бизнес меняются критерии и градации. Ключевой вопрос не в том, кому позволено или не позволено, да, дорос, не дорос. Ключевой вопрос не в этом, а в том, а что это дало. То есть, если мы говорим о том, что рост экономики должен происходить как масс-старт, как забег всей страны, а не забег двух-трех предприятий в каждом регионе. Это мы о чем говорим? Об экономике? А кто-нибудь сказал, что в экономике Тверской области перерабатывающих производств 2400, сейчас стало 2500. И мы тут поддержали, позволили поддержать, значит, развиться там пяти. Это мы сейчас, через сколько тысяч лет мы будем говорить о росте валового продукта регионального или российского. То есть, ну, цифры несопоставимы, объективны, согласитесь. Вот, а нам же надо завтра, не через 10 лет, нам надо завтра. У нас есть задача, чтобы каждое предприятие выросло в два раза. Потому что только в этом случае мы станем пятой экономикой ЦФО. Мы Тверская область. Тверская область, да. Да, мы Тверская область, конечно. Только в этом случае. И если эту модель раскладывать, то мы понимаем, что главное не чтобы мне разрешили получить доступ к образовательным курсам, к библиотеке корпоративной или в чем-то, а совершенно в другом. Бизнесу нужны сегодня деньги. Понятно, что возвратные, понятно, что процентные. Но по-человечески, по-процентные, не то, что сейчас происходит. Без комментариев. Поэтому деньги, а на что нужны деньги? Деньги нужны на создание условий производства. Цеха, промоипотека. Создание, деньги на приобретение основного оборудования, станков, средств производства. Деньги на приобретение сырья, оборотное сырье. Раньше Европа приезжала за 8 дней. А сейчас у нас 2-4 месяца плывет Азия. Или ЖД едет, или машина едет. То есть, понимаете, какой люфт? А в производстве, особенно конвейерном, где мы передаем полупродукт друг другу, полуфабрикаты, как мы можем говорить? Значит, мы автоматически оказываемся в условиях, когда у нас приоритетным должны быть не станки, хотя это важно, и, может быть, даже не стройка, хотя это тоже важно, потому что это залоги, потому что это условия производства, потому что только в новых производствах под единой крышей можно избежать огромного количества потерь, перевозок из цеха в цех, прочь по пути, замочили, уронили, просыпали, испортили. И, разумеется, это оборотные средства, но у нас к оборотным средствам отношение спекулятивное. А мы сегодня должны иметь стоки на складе, мы должны платить авансы за сырье, мы должны иметь деньги в виде сырья в пути, и все это выросло примерно в 5 раз. И если раньше, условно, оборотный капитал был 20 миллионов, то он сегодня должен стать минимум 100, а лучше 200. То есть мы должны скорректировать модель системного подхода к финансированию производства. И если бизнес должен вырасти в 2 раза, то бизнесу должно дать примерно процентов 40 от их годового оборота. комплексно на сырье, на оборудование, и то эти 40% должны иметь право получить, кто, а, платит налоги, создает рабочие места, является технологической компанией, или, например, импортозамещением занимается. Вопросы экологии бывают, вторичку перерабатывают. То есть однозначно социально-экономически полезные продукты. А если речь идет о предприятиях, которые выполняют вообще заказы для гособоронзаказа, или попали в санкционный список, как некоторые из нас, то это же, мне кажется, вообще должен быть приоритет. И сегодня без комплексной, системной, проектной, финансовой поддержки эта задача невыполнима. Поэтому, а еще надо понимать, что не каждый, кто мог бы взять эти деньги и развиваться, хочет развиваться. Потому что, чтобы развиваться, нужно хотеть работать по субботам и воскресеньям, надо хотеть создавать новые пожаровозрывоопасные производства, нужно хотеть нести ответственность за людей, которых ты берешь на работу, отвечать перед государством. То есть все это почему-то надо хотеть. Поэтому хотелось бы развиваться благодаря, а не вопреки. Евгений, ну а вы что думаете? Ну здесь Александр говорит про кратный рост, кратное развитие. И зачастую у бизнеса действительно этих денег нет. Чтобы просто кратно взять и вырасти, действительно построить завод, построить, заполнить его станками, людьми, это нужны большие инвестиции и большие вложения. Если же мы говорим в контексте именно бережливого производства, то это немножко про другое. Это не про кратный рост, не про кратное увеличение объемов производства. Это устранение потерь. Именно устранение потерь на пути создания продукта. То есть когда мы движемся в пути сырья до клиента, мы должны посмотреть на вот эту цепочку и устранить. И вот бережливое производство как раз-таки помогает решить много задач, чтобы человек ходил не 5-6 метров между станками, не перемещал, как Александр говорит, соседние здания, при этом неся потери в виде просыпали, потеряли, еще что-то. Потеря в риме. То есть это говорится о локальной истории. Но если мы говорим о росте экономики, о чем говорит Александр, здесь я абсолютно согласен. То есть если мы хотим вырасти, заместить поставки импортных компонентов, увеличить продукт, что производится в нашей стране, то тут без инвестиций я других путей, честно говоря, не знаю. Можно постепенно, по шажку развиваться, а можно, как говорит Александр, кратно. Тогда нужна какая-то дополнительная помощь, финансирование. Разумеется, и она предусмотрена. Только она не совсем понятна, не совсем афишируется. У нас же всегда часть информации мы знаем, как в поговорках, как и здесь, в этой же такой жизненной ситуации. То есть когда ты проходишь программу, становишься участником, проходишь определенный этап, тебе становятся доступны меры поддержки в качестве займа, процентной, возвратной для приобретения оборудования. И бизнес оказывается в ситуации, что ему нужно платить проценты за кредит, который возвратный, это не субсидии, это не подарок, деньги надо вернуть, и вернуть все с процентом. Но а что зарабатывает деньги? Ни один станок ничего сам по себе не производит. И даже если мы найдем человека, и человек со станком, без сырьевых компонентов, без заготовок, ничего не производит. Поэтому для нас крайне важно, чтобы в этой программе появилась, может быть, нас услышат, все-таки программа федеральная, в федеральном ФРП, и федеральной программе производительности в этом нацпроекте услышат и добавят, чтобы суммы были не только на оборудовании, но и на сырье несколько более расширены. Хорошо, Сергей, так много сейчас предприятий Тверской области уже вступили в эту программу? Роман, у нас на сегодняшний момент 39 предприятий, которые активно прошли эту программу. 13 предприятий получили поддержку Федерального центра компетенции по повышению производительности труда. 19 предприятий – это при поддержке регионального центра компетенции. И 7 предприятий реализуют программу повышения производительности труда, самостоятельно проходя обучающие программы и применяя вот этот вот комплекс знаний у себя на производстве, на практике. Ну вот это много или мало? Конечно, этого недостаточно, но здесь мы ограничены все-таки федеральным ресурсом, то есть вот теми квотами, которые выделяются на регион для реализации программы. Ну, тем не менее, надо отдать должное, то что губернатор инициировал реализацию у нас проекта, у нас в регионе региональные органы, исполнительные власти также поддержали, и все-таки мы имеем региональный центр компетенции, который активно с 2022 года оказывает вот эту консультационную поддержку и внедрение принципа и культуры бережливого производства. Сергей, ну вот вы тоже вступили, но расскажите, интересно, правда, как вообще проходит процесс, что это, что обучение, лекции некоторые или вас возят на предприятия, которые уже, соответственно, прошли эту программу и говорят, вот, смотрите, вот так надо. Роман, ну, нужно немножко разделять, да, есть программа национальная, да, производительность, труда, который национальный проект, вот, а есть просто обучение в центре, там, мой бизнес, вот, на площадке мой бизнес. И мы сейчас проходим обучение на площадке мой бизнес. Это хорошее мероприятие, которое открыто для всех желающих предпринимателей, компаний, да, для руководителей, технических специалистов, которые могут записаться, приехать, послушать. Вот мы находимся в этой программе, потому что до оборота 400 миллионов мы пока не доросли. А, вот так. Да, мы не добрались до этой планки, вот, очень хочется, вот, на будущее, как бы, вот, но сейчас нет. И мы решаем вопрос своими силами, то есть мы обучаемся, да, вот. Что он учится, что рассказывает? Бережливое производство – это вообще концепция целая, да, управление непосредственно предприятием, да, вот. Вот, и основана эта концепция на постоянном стремлении к устранению потерь, вот. При этом вектор должен быть ориентирован на клиента, вот. И по пути, там, стандартная система видит семь основных потерь. Это и перепроизводство, это и брак, и лишнее перемещение, лишнее… Транспортировка. Движение, ожидание, какая-то избыточная обработка. Вот семь основных потерь, на которыми работают. Есть разные инструменты, механизмы, которыми можно работать. Но есть еще, на самом деле, один неучтенный момент – это восьмой, как пункт, да, вот, в классике его нет. Это недооцененность персонала. То есть, когда, о чем мы говорим, говорили чуть ранее, то есть, когда есть сотрудник, и он, например, просто гайки закручивает. Вот, и мы можем его недооценить, и он так и останется закручивать гайки. А он может предложить какую-то рациональную идею, какое-то улучшение. И тогда там гайки будут закручиваться в полтора, в два раза, да, быстрее. То есть, вот, в современном мире появился уже, как бы, восьмой, да, момент. Нераскрытый творческий потенциал. Да, да, потенциал как раз людей, которые могут изменить, улучшить, дополнить процесс. Вот, и, соответственно, на площадке «Мой бизнес» приехали спикеры в этот раз «Калининграда». Кто эти люди? Это непосредственно… Я здесь, наверное, поясню, да, значит, это тренера тоже регионального центра компетенций, соответственно, которые здесь проводят обучение. То есть, они имеют практический опыт. Откуда у них это? Если они не руководители производства, кто? Это сотрудники и тренера регионального центра компетенций просто с другой области. Соответственно, они уже имеют полный опыт внедрения проектов бережливого производства на предприятиях. И, соответственно, здесь делятся этим опытом с нашим регионом, с нашими сотрудниками бизнеса, представителями малого и среднего бизнеса. Вот, собственно говоря, такая программа есть. То есть, приехало 4 тренера, да, на 2 тренера было на 1 неделе, на этой неделе еще 2 новых тренера. У каждого из них большой опыт за плечами. Они и внедряли обережливое производство, разные проекты на других предприятиях, проходили обучение. У них много жизненных кейсов, каких-то примеров. И это очень интересно погрузиться. Я, казалось бы, много изучаю, много смотрю, да, вот для себя нахожу много нового. Вот, и не жалею то, что и сам приехал, и команду отпустил, так сказать, снял производство. Вот, и это замечательная история, когда не ты один двигаешься, да, вот улучшаешь, что ты изменяешь, а когда идешь коллективом, когда ты знаешь, что на команду можно положиться, что они знают, что вы смотрите в одну сторону. Это очень здорово, прям, спасибо, там, организации такого мероприятия. Хотелось бы, чтобы это было чаще, чтобы больше компаний могли погрузиться. И, соответственно, это будет повышать общую производительность. Пусть не такими большими шажками, как хотелось бы, но шаг за шагом процесс непрерывных улучшений. Александр, ну, а вы вот что думаете? Ведь, по идее, вот то, о чем вот коллеги по эфиру говорят, как оптимизировать производство, чтобы рабочий туда-сюда не бегал и так далее, чтобы не было потерь, чтобы, как вы говорили, что-то не просыпалось, не порвали, не сломали и так далее. Ведь, по идее, вы лучше всего знаете свое предприятие, и без всяких тренеров, как сейчас говорят, коучей, у вас больше должна голова болеть, вы должны думать, так, как бы сделать, ага, вот эти станки сюда передвинулись, вот здесь цех новый пристроить, допустим, чтобы было оптимизирование и так далее. То есть, по идее, вы должны сами это внедрять, потому что это же ваша головная боль, это ваше предприятие, это вас, в первую очередь, должно беспокоить. Разумеется, должны, все верно. Должны знать, уметь быть идеальным. Ну или думать, сидеть, думать, как же так сделать, как же так сделать. Конечно, вот сидим и думаем, как же так сделать. 19 мая нам исполнилось 18 лет, все 18 лет мы сидели и думали, как же так сделать. И вы знаете, до определенного уровня дошли самостоятельно. Но с помощью, скажем так, время лечит, но доктор быстрее. Вот именно тренеры в лице Сергея Шила и его команды, которые пришли к нам со своими компетенциями, методиками, жизненным опытом, со своим настроем, они, в общем-то, очень трезво и с разных сторон посмотрели на процессы. На процессы формирования рабочих групп, на процессы формирования взаимного контроля офиса и производства, на процессы логистики, когда мы по разным методам, значит, спагетти, шикавы, разбирали разные вопросы, перемещения, создавали, значит, матрицы компетенции, обсуждали в фокусных группах, 6-3-5, значит, проводили диагностику и мозговой штурм разных вопросов. Это все интересные игры, но в этих играх у нас рождаются определенные ответы, и очень часто человек делает так, потому что он всегда так делал, или потому что он никогда так не делал, ну, боится попробовать. А здесь человек извне, не из наших, значит, производственных будней, видит явную нелогичность, неудобство, и нам на это указывает. Поэтому, как говорится, глаз, бывает, замыливается, и иногда нужен, чтобы был учитель. То есть не коуч, а наставник, который может в чем-то тебя поправить и помочь. И не только тебя, а вообще коллектив. И очень часто, например, когда нам говорят родители, дают какой-то совет, мы его воспринимаем с одним эмоциональным состоянием. А когда дают чужие люди на улице, мы его воспринимаем как более ценный, как важный, как обязательно к исполнению. Что это? Психология. Поэтому вот именно психологию к производственным бизнес-процессам добавила команда ФЦК в нашу компанию. Но результаты какова? Результат такой, что без внутренней мотивации и наполнения это невозможно. Поэтому, с одной стороны, мы уверовали в то, что мы на правильном пути, и подняли производительность в два раза. В два раза? Да, в два раза. А примерно на 40% выросла доходность совокупной и фонд заработной платы в компании. Поэтому каждый ощутил результат или следствие от своих действий в виде реальных денег на своей зарплатной карточке. Хорошо. Ну, на ваш взгляд, вот вы все прошли вот это обучение и все? Или надо время от времени возвращаться к этим наставникам, чтобы... Обязательно. Обязательно. Просто глаз замыливается, как вы сказали. Обязательно. Нужна сторонняя помощь. Нужен сторонний аудит и контроль. Проверочные мероприятия. Нужно тиражирование. Нужно учить ребят до уровень тренер, чтобы их было там не два, не три, а десять. И, может быть, даже большинство. Поэтому у нас большой план развития и новые очереди, новые проекты. Везде нужны ребята, которые умеют не просто быть исполнительными, аккуратными, ответственными, но и быть еще руководителями. Этому тоже учат курсы ФЦК. Как стать руководителем? Ну, здесь я немножко, наверное, дополню для телезрителей, для общего понимания, что когда мы реализуем проект по повышению производительности труда, занимаемся вот этой оптимизацией выбранного потока, мы еще готовим двух тренеров. Двух тренеров, инструкторов по бережливому производству, которые у нас в рамках шести месяцев проходят обучение. И потом уже выходят готовыми специалистами для того, чтобы учить коллектив предприятия, передавать вот эти знания, вот эту методику бережливого производства, тиражировать ее на все возможные, допустим, вспомогательные потоки. Значит, в целом национальный проект рассчитан на три года, то есть активная стадия – это шесть месяцев, а дальше мы уже проводим в течение двух с половиной лет некий мониторинг того, чтобы вот это вот зерно, которое мы посеяли по системе непрерывных улучшений, чтобы оно постоянно прорастало, то есть давало какой-то вот свой эффект. Сергей, ну вы уже почувствовали какой-то эффект? Постоянно. Я как приводил пример, да, станок в четыре раза стал продуктивнее. Это благодаря вот наставникам или это все-таки сами ваши Сарахановы додумались? Это сами, это какие-то книжки. Вот видите, сами, сами казалось. Зачем вот ходить? Это не тот объем, который хочется. То есть большого роста, большой эффективности точными методами, без системы, без структуры, это очень тяжело получить. И знаю там на примере крупных, более крупных предприятий, что можно самим, да, биться об стенку, а можно рядом посмотреть, что двери есть, оказывается, и не нужно пробивать голову, естественно, головой стену. Вот. Здесь какой еще момент? Когда одно дело ты прочитал это где-то, да, вот, и можешь поверить то, что прочитал, можешь не поверить, что прочитал, да, можешь начать применять, можешь не начать применять. А когда приезжает там специалист, да, он точно говорит, вот это у нас работало вот здесь. И ты уже начинаешь каким-то доверием двигаться вперед. Ты говоришь, ну вот здесь вот это не получится, вот здесь кто-то не пойдет. Говорит, нет, мы вот это делали, да, вот так получится. Есть практика, да. Здесь я немножко дополню. Ну, почему вообще помощь регионального центра компетенции, там, федерального центра компетенции, дает существенно такой прирост? Прежде всего, давайте так, у генерального директора не так много времени для того, чтобы заниматься операционной эффективностью. То есть, прежде всего, генеральный директор, он занимается стратегическим планированием, да, он занимается таким стратегическими вопросами. А операционное управление, оно, как правило, спускается на уровень ниже, и здесь вот нужно опыт перенимать, да, и мы даем этот опыт, мы, значит, предприятия скрещиваем между собой, чтобы можно было съездить, посмотреть, перенять какую-то вот практику, лучшие методы, которые могли бы быть применимы на том или ином производстве, на том или ином переделе. А вообще, вот вся тема наставничества, бережливого производства, это мы сами придумали, или как многое все-таки заимствовали на Западе, подсмотрели, вот, дескать, вот у них там давно и такое опыты практикуются, давайте и у нас в них. Разумеется, сами. Только тех, кто это придумал, по-моему, в 30... Научная организация труда, да, Гастев, институт... В 1938-й год был расстрелян. А, вот так вот. Слишком... В награду. Да, ну что, что-то пошло не так. Так что, Виссарионович, и разстрелять? Ну, вы знаете, он ли, это большой вопрос. А, ну, по исторической дискуссии. Да, но мы говорим, как бы, о факте. То есть, фамилии, которые начинали эти процессы, и на фоне немецких, английских, там, и рабочих, и кладочников, и конвейеров, там, и были обмен опытом с Фордом, может быть, за то, что человек посмотрел в ту сторону, или чуть-чуть попереписывался, подискусировал. Ну, в общем, к сожалению, был признан не героем Советского Союза, или соцтруда, да, а приговорен, как выше имели наказание расстрела. Ну, к сожалению, время такое было, да. А так... Ну да, нормальное время. Конечно же, вот эти вот механизмы, инструменты бережливого производства, о которых мы сегодня говорим, конечно, они разрабатывались еще в СССР, была целая научная организация труда, был целый институт, который занимался этим, но, к сожалению, вот в последующем, да, практика была потеряна. А японцы, они молодцы, они переняли весь этот наш лучший уже опыт, да, что-то переняли от американцев, сформировали общую такую систему производства, которые у себя активно внедряют, и мы сейчас опять-таки перенимаем уже ее обратно. Я бы хотел добавить, я просто начал с тех, кто это оформлял, как научный подход, да, к организации работы, но надо понимать, что и в послевоенное время вся экономика у нас была плановая. А плановая экономика – это не когда деталька из цеха в цех едет, а когда полупродукты через всю страну передаются от предприятия к предприятию. И один участник процесса не мог задержать количество и качество передать другому в срок. То есть в основе мы получили плановую экономику в стране. И сегодня мы понимаем, что мы хотим сделать какой-то рывок уже завтра, через месяц, в этом году, а не можем, потому что у нас абсолютно все в коммерционализации оказались, в незамисимой, в обособленной, и это разрывает определенные процессы. То есть если мы, например, занимаемся строительной химией, то мы можем как бы не лицемерить и говорить, что у нас все в стране производится. У нас, к сожалению, ничего не производится по строительной химии в стране. Если мы говорим о тонкой химии, об отделочных материалах, и за последние только, наверное, года три мы видим, вот что-то начинает появляться. Понятно, что, чтобы появилось, об этом начали думать, ну, наверное, лет 5-10 назад. Слава Богу. Это вообще очень сильно радует. И мы в этом плане тоже занимаемся производством исходных компонентов сырьевых, пигментных паст, водных палеолов и других продуктов. Но, к сожалению, вот только плановая экономика и взаимозависимость всех предприятий, она позволила там и китайцам, и японцам, и немцам построить целые комплексные отраслевые технологические парки. Технопарки или индустриальные парки, где на входе есть исходные компоненты нефть и газ. И дальнейшая глубокая переработка, там, 70-80 малых предприятий дает нам колоссальный ассортимент всей палитры химии для решения любых задач. А мы сегодня, как бы, очень часто говорим о силиконе, значит, в плане красоты мужской и женской больше. Говорим с вами о силиконовой долине в плане, значит, ума, компетенций, IT, ресурсов. Но мы забываем, что у нас в стране нет силикона, а у нас нет кремния, как исходного компания, ну и так далее. То есть, как бы, есть популизм и шаблоны, а есть фундамент. И вот эта элементарная базовая химия, есть фундамент развития химической промышленности. Поэтому я очень хочу, чтобы у нас в Тверской области появился технологический, химический кластер. Для этого у нас есть желание. Замечательная поддержка региона. Да, Игорь Михайлович, огромное спасибо. Он нас слышит и поддерживает регулярно. И центр вниз, я думаю, что совместно с компетенциями Ростеха, в которые в ходе более пяти, по-моему, тысяч предприятий, у нас может этот шанс реализован быть. Что ж, спасибо большое. Мы говорили сегодня о бережливом производстве. Этот шанс реализовать есть и у руководителей других предприятий, которые еще не вступили в эту программу. Если вы не знаете, то, пожалуйста, обращайтесь. Фонд развития промышленности Тверской области вам расскажет, что надо сделать, чтобы вступить, чтобы оптимизировать ваше производство, чтобы оно увеличилось в плане интенсификации, росте продукции, ну и, конечно, вашей прибыли. Спасибо большое, уважаемые гости. Программа «Тема дня». До новых встреч. Успеха вашему производству. Ждем нас.